Нашла по дороге, нашла нашку. Забрала. Цена даже на нем 8 ойро. Зачем он тебе надо? Да мне надо вот этот цветок пересадить. Так в нем внутренности нету. Я туда вальки накидаю. А земля у тебя есть? По-моему в Казани есть. Время 12 часов на улице Африка. Хотела купить сумочку, но не купила. Так жалко ее, а то это выцветит такая хорошая сумочка, когда ее прикрывать. Что ты выдумываешь? Ну выцветит и выцветит. Ну привет. Интересная ты. Через 2 минуты будет мой автобус. Надо мне достать билет. Юля сегодня задурилась. Вместо телефона берет пульт. Я бы сегодня никуда не пошла. Я не знаю, что я съела. Вчера ничего такого не ела. Съела рыбу и кусочек мяса. У меня сегодня так. Вчера вечером начало тошнить и болит расстройство живота. В общем, сыру дальше, чем вижу. Ха-ха-ха-ха. Столойте, говорится, мне уже дала какую-то смесь. А надо идти. Дайти в этот собачий магазин с кошачьей. И дома ничего нет. Вообще шаропа какой. Пусто. А кушать-то хочется. Тебе ж тошнит. Ну, вечером мне наверное... Говорится, мне давай уже смесь выпить. Дать мне уже получше. Поэтому я вечером уже наверное буду вечером. Ну, со вчерашнего дня. У меня утром встала, ничего было. А потом что-то опять выпила чай. Я не знаю. Ладно. Знаете, какая красавица. Пять пятьдесят. Так, это шо? Крыжовник. А, это виноград. О, выдумала. Базилик и авокадо. Яблочки симпатичные. Тут что-то должно быть написано. Вот авокадо. Евро девяносто девять. Два евро штука. Может быть на выходных будет. Не очень. Не очень. Не нафиг мне надо. А что это? Без авокада здесь. Так, вот такие взяли помидоры по рублю восемьдесят девять. И вот таких помидорчиков по евро девять. Что ты говоришь, надо? Петрушки не надо. Не знаю. Хватит одна. Я думаю, хватит. Хватит. Неизвестно, что мы будем с нее делать. Тем более, что может не суп, ничего не будем делать. Пошли баклажаны посмотрим. Пойдем посмотрим. Решили взять. Ну, давай возьмем. Возьмем баклажан. Пусть все не съедим. На что мы будем? Капусту мы сделаем салат с пекинки. А может будет вовцы? Может. Взяли кукурузу. Симпатичная. Баклажаны, ну цена конечно. Ого-го какая. Если есть творог, тогда возьмем? Да. Вот есть фарш свиноговяжий минус 30 процентов. 30 процентов. Сколько тут килограмм, пожалуйста, на семью взял? У меня слабый желудок. Смех. Смех. Сейчас и посмотрю даже сколько он стоит. А почему филе? Будет еще 30 процентов филе, малая часть. Еще не знаю что такое. Тоже филе. Много. 30 процентов минус много. А тут вон гамилки и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Масло. Евро восемьдесят девять. Ну ты не хочешь рыбку солененькую? Вообще. Ну я не знаю. Вот. 3,49. Большой. Возьмем даже? Да я не знаю. Ну как хочешь. Хочешь возьмем. Хочешь не возьмем. Колбаска свиная. Так стоило 2,99 минус 32,02. Ну я считаю хорошие скидки. Сегодня в магазине. Даже очень хорошие. Так ну мы хотели творог посмотреть. Творог и сыр я хочу. Выбирай. Что-то у Юлии правда с животом не то. Затошнила ей. Закрутил живот и она помчалась в Макдональдс в туалет. Ну хорошо, что близко Макдональдс. Так не знаю, что бы она делала. Она говорит и тошнит в магазине. Такое состояние. И в пот бросает. И в жар, и в холод. Даже не знаю, что это она. Чем отравилась не пойму. Умылась? Умылась. Умылась. Мне сегодня ночью Ромашка чуть не выбил глаз. Он же вот так со мной спит рядом. Он тебе не хотел его выбить. Он тебе хотел его выцарапать. Да. Вот так вот. Я же такая тока крутилась, крутилась. Тока просыпаю. А он привык со мной спать. Я поворачиваюсь на эту сторону. И он сюда. Я на эту сторону. И он сюда. К лицу. Представляете? И я такая тока такая. Быстрее буду заснуть. Лапа его так. Он так. Мммм. Подтягивается. Мне такая больно встала. Кровь идет. Я говорю так. На место. Ммм. Ммм. Я ему не ругала. Я не ругала. Забрызгала духами. Оно как начало печь. Блин. У меня у тебя мозг упал. Наверное стало меньше болеть, как стала печь. Да. Салфеткой. Ну а то крупный стал. Ай. Чиппэ. Блин. Ей выдавала кринь. я не могла мне так вообще, я не знаю что я съела, мне живот разболелся, я побежала в макдональдс хорошо, что я так был в макдональдс а это чтоб я делала, чтоб я укакалась домой поехала она говорит, ну люди бы видели, что я укакалась воды купили, да, вкусная вода, не? теплая, дай тебе воду я не хочу, я же выпила сейчас воды, пол бутылки хотела маленькую взять бутылочку надо было маленькую взять, чтоб у нас была с собой если бы живот болел, то было бы обидно, когда там что-то много поел или там что-то выпил а это вообще же ничего, никаких даже намеков не, ну это правда, мы вчера и не ели так, чтоб обжираться я съела один кусочек рыбы, один кусочек мяса ставьте, один кусочек поджарила яйцо, всё, вот это за целый день яйцо не просто, а омлет, ну то есть под крышкой ничего больше я не жала а, и перец, половинку перца а, и половинку, да, болгарского перца вот, вот это за целый день и всё, мне как стало а вот так ты говоришь, ну покажи локти так вроде они не чёрные, а так сейчас, когда-то до этого, вроде бы, тёмные были а нет, так светлые странно я всегда смотрю, что это ну там говорят, что призна, да, что-то там болит эндокринология так, мы, значит, пошли в магазин зашли, хотели идти, значит, в Валди вот, Валди, Чевалди вот, а потом, ну там, рядом магазин Лидл вот, и там он всегда мне нравится вот, после Кокфланда нам, Сарис, этот магазин нравится Лидл который у нас там всегда, мы говорим, пошли, говорю, зайдём говорю, а потом уже, говорю, пойдём в собачий магазин Лидл говорит, ну, давай в общем, дошли, зашли, вот а у них там всё, всё обычно в субботу ничего такого уже нет а у них там всё есть мы думаем, мы будем сейчас много мяса, много было, и куры были ещё, и рыба и овощи, скажи, были так, хорошие выборы ну, цены, конечно, большие на овощи ну, мы, в общем, я вам сейчас покажу, чё мы взяли я взяла такие полотенца вот, потому что закончились у нас полотенца для кухни хорошее пачку одну само платье ты тоже дашь мне чек, я потом поизучаю ага, я в кошельке у меня чек много, конечно, денег потратили, ну, а что делать я купила этот горшок, я вам уже говорила, я его нашла вот, сегодня и шла 8 евро стоит, даже ценит вот, и базилик я купила ой пахнет пахнет, я не могу вам передать я так люблю базилик вот это, что зелёный что, такой вот вот это сиреневый какой-то ой, обалдеть так, с помидорчиком церкви пахнет, как церкви да, Лариса постоянно говорит, что базилик и пахнет церковь ну, я не знаю пришли все мокрые вот это у меня какая-то такая слабость вот, я вот это и шла еле до терми и еле и шла так, а Лариса еще потом пошла меня встречать не увидела, что я там стою, а я так не пряталась еще пошла на угол, а потом, говорит, этот, ну я думала, что она другой дорогой пошла а она, ну, то есть я ее смотрела, смотрела, а не увидела я думала, что она пошла другой дорогой ага и пошла ее встречать не по той дороге так подхожу, она стоит а это я зашли еще я же говорю, что в Lidl вот это мы в Lidl все покупали но я еще зашла я пойму, что у тебя колени чухают ага, что-то зачесалась коленка так она не только у тебя сейчас зачесалась ты ее чешешь постоянно значит, она постоянно чешется и все и это и я потом еще, короче, вот это мы накупили все Лариса на остановку пошла стоять я побежала в Макдональдс делать свои дела и потом, говорю, зайду там, говорю, в собачий магазин вот, хороший собачий магазин он же переехал он оказывается, переехал все же потому что, почему у них товара не было это они переехали на другую сторону немножко там так подальше ну, тоже хорошее место а мне не нравится то место ну, че, там вот это магазин там только на машине надо приехать там экшен этот магазин ну, так а у людей нормальных у всех машин не знаю они практически сегодня, когда я сидела на остановке у всех нормальных людей велосипеды велосипеды столько людей на велосипедах я не знаю у всех нормальных людей машины на машину сел сразу и поехал не надо тебе то и людей значит, ты ненормальный конечно так вот я потом уже зашла я тебя перебила у Макдональдса много людей было? да было много и практически все столики на улице были заняты не практически, а все были заняты вот и внутри люди были и такая даже очередь в туалет была и вот это что я пошла потом в этот собачий магазин купила обрадовалась, что есть корм вот то же его нету нигде по магазинам то было, то потом его не стало вот и в общем такая рада думаю, слава богу, что есть этот корм вот и потом думаю, зайду в этот волги а Лариса же сидит уже с покупками с Лиддла сидит на остановке меня ждет и вот я что купила волги я купила украину петрушку я помню, сколько она стоит что, 2,60 ой, что-то как-то не вкусно так, я купила два вот таких а, сыр сыр вот нам нравится этот сыр и они еще пишут так, знаете, прикольно как будто там несколько центов на него я не помню или 15 центов или 10 центов как будто он постоянно в скидке я достала там а это сколько в нем? а ну да я посмотрю это такой 400 граммовый да, 400 грамм ну а ну все, не надо ну как-то, мне кажется, он больше был вот этот переломался ну ничего страшного он же запакованный вот, и не могу пройти смотрю такая уже ж набрали все а я смотрю такая капуста красивая молодая думаю, ну я ее сейчас и возьму ну да, прям молодая да? ага блестит а я не видела тут молодая капуста да, она такая прям лежит там, на этот не знаю головки 4 ну ничего вот в Алде ничего не было уже все все уже было практически серьезно я такая про себя думаю хорошо, что мы с Ларисой зашли в этот лидл что там было что брать так и вот что мы в лидл все побрали значит ничего такого не нужного мы ничего не брали мы брали только все нужное значит мы взяли такие помидоры в 2 сумки поставили на тачку еле дотащили да вот очень хорошие помидорки очень хорошие очень я люблю такие маленькие помидорки потом мы с Ларисой взяли еще вот такой вот сыр тоже его на утро классный сыр но тогда я его брала полтора килограмма за 7 евро вообще такая цена была акция а это 750 грамм а это 5 евро ну в общем я не помню а по-моему дороже чем 4,99 да ну он вкусный 6 с чем-то килограмм для утра вот так утром встаешь его отрезаешь кусочек отличный вот Лариса то добрала нам понравилось баклажаны дороговато немножко баклажаны но нам что с Ларисой так не Ларисой а мне так сделать баклажан я хочу уже здесь вам говорила как тощим язык сделать ну вообще мы взяли два баклажана а на следующей неделе с понедельника баклажаны будут в акции вот в Эдике в Эдике в Эдике идем вот так все и этот будут и баклажаны и кабачки ну тут почему-то не кабачки называются а цукини и арбузы арбузы так вот это мы взяли затем мы взяли укроп пахнет да укроп укроп класс обожаю потом мы взяли вот такие 4 огурца на по 49 копеек точно не помню да отличные огурчики сделаем пожалуйста салат можно вот с капустой да заворванить укропа туда ой да будет вообще обалдеть у нас масло оливковое блин что мы взяли масло Алиса надо его срочно положить в этот в морозилку да вот два масла продолжаем так положили в холодильник сыр и масло кинули так что мы еще взяли мы с Алисой взяли вот такой творог 33 процента вот пожалуйста какой отличный творог куда вам 33 процента вам это нулевой рекомендую брать молочные продукты с хорошей жирностью не надо брать продукты которые вы если вы думаете или что вы похудеете от того что вы возьмете меньшей жирности кисломолочные какие-то продукты там например молоко или творог то это вам поверьте не будет никакого результата надо брать нормальную жирность 33 процента это хорошая жирность для молочного продукта опять коленка чешется вот и что мы еще здесь короче набрали мы здесь набрали в общем индюшатину но мы ее взяли надела надела наше предела так 4 индюшатина мы взяли на пакет ставь вот сюда на пакет смотри не упади ага вот 6 штук мы взяли индюшки и мы взяли еще вот такое белое мясо попал вот это 3 килограмма мы взяли мы его в морозилку в морозилку только надо по пакетикам его разложить да потом вообще отберите отберите хорошая отличная цена поэтому мы приобрели мы купили еще два таких масла петербродных да все мы взяли вот молочная продукция по 66 или по 60 центов вот мы тоже люди тоже в общем брали там было больше жирности меньше мы взяли там где побольше жирности да вот классно салаты заправлять им 6 штук что поставить сразу в холодильник можно в холодильник давай потом взяли две такие намазки вот такие одни вершки и взяли два молока тоже они видите уже срок подходит и тоже на кассе пробивает опять такого нету вот такое есть пробивает на кассе и не смотрит что вот здесь они уже со скидкой хотя наша русскоговорящая да сколько тут 30 процентов скидки молока ну почему я должна если она есть эта скидка а она потом мы говорим скидка на молоко она о да 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 ну то есть ну хорошая такая тетка говорит сделайте себе приложение видал ну невнимательно невнимательно ну там две кассы работает там столько народа стоит просто невероятно ну может так и есть можно человек зарапортовался сильно много народа прямо вот это в лидл прям сегодня я не знаю люди на машинах ну а что наверно позавтракали все завтра же выходной едут на закупку что там не успели закупиться что там надо подкупить я так думаю что так заработали так дальше что мы купили черешня купили черешню это я не выбирала черешни там люди стоят выбирают ее по две черешни ее добрала прям жменькой но она я не знаю она вкусная или нет ну ну немножко конечно дороговато да конечно что дороговато дай попробую пять пятьдесят пять пятьдесят ну какая красивая сейчас я попробую мы черешню еще не едем а классно хорошо по моему ой какая вкусная вот люди смотрят такие стоят там вот девочки стоят одна девушка еще там семья по одной черешни ну какая вкусная сладкая да угу я так смотрю там черная там черная ну так черная такая корка взяла капка побрала и думала что я там буду стоять еще так жарко плохо черешни мы взяли потом мы взяли вот таких огурцов не мы взяли а Юля взяла ну я взяла я говорю я не хочу такие огурцы большие я говорю я возьму такие себе хочу такие огурцы я их почищу и отличные огурцы вот такой салат 99 центов вообще отличный я его не увидела сначала а потом когда за баклажанами пошли второй раз хороший салатик я тоже с огурчиком его заправить его там какой-то это кисломолочным чем-то да можно масло она солить я масло не люблю будет очень вкусно он прям такой красивый как роза да Лариса вот это выбрала это я еще Петрушка это я сначала купила я не думала что большой пучок я возьму это вот в Лидл я купила 99 центов ну ничего я буду готовить надо ее только сделать а то она жизнь не испортилась дальше смотрите сколько мы дали перца в этом культе 1 килограмм перца что такое я их свалю смотри не ударь себя головой об ударь головой пробью голову об ручку ну ты что пробью голову так вот смотрите такие перцы мы купили светофорчик да светофор дайте 3 пакета в пакете 6 перцев вот хочешь есть а 6 перца килограмм 6 перцев да килограмм кило 38 там такое кило 50 кило 10 смотри мы купили 3 вот таких вот пакета огромных это тоже был валибал кстати помню вот и вот это столько мяса и мы нафаршируем мясом перц ну и я вам покажу нам только надо было бы лука купить но уже никто не пойдет у нас осталось у нас осталось 2 обувицы нам надолго ну я не знаю мы наверное уже не пойдем нет у меня нет потом мы еще купили пекинскую капусту вот я пекинку люблю со сметаной с майонезом со всем даже просто так мы будем кушать с тобой салаты хорошо так вот мы с сестрой купили потом мы купили кукурузу накупили им кукурузу для 4 котина потому что брали люди а я Лариса увидела женщина потом мужчина берет а я говорю слушай давай себе тоже сварим по моему она молодая такая прикольная ну как молоденькая да бандюэль а? бандюэль да бандюэль да и Лариса говорит ну давай возьмем вот и взяли мы короче 4 кукуруза и были помидоры порублю мы набрали помидоров то есть вот пожалуйста потом шкурку снимем с помидор и эти помидоры будем сделаем этот перцы можно потом перцы не томат ложить а вот так помидоры сверху положить и будет обалдеть снять с кожицу будет очень вкусно помидоры тоже хорошо люди брали да я не знаю наверно на овощах было самое больше людей вот это вот они там лазили ну и мышцы ответственно тоже лазили там еще была клубника ну ну что то клубнику я говорю давай возьмем может надо было взять клубники ну это что тебе с поля клубнику доставили клубнику доставили конечно с поля ну а что а то как ну послушаешь если едут на полях на полях собирают клубнику ну что едут мы тогда ну это у кого есть машина да а так это не ну так геолокация сильно далеко вот так только на машине такое джеки тоже ездит с детьми она говорит объедаемся там клубникой говорит сколько хочешь ешь говорит мы туда специально выбираем деньги и практически дети там гуляют собирают эту клубнику то есть она говорит практически полдня мы на этом поле там находимся ну да молодцы она говорит и наелимся и в общем и заплатили ну сколько они там не знаю ну так тем более то есть еще берешь себе не по цене там по 10 евро килограмм а по 6 или по 7 не не да ниже а можно приехать там просто купить уже собранную клубнику нам больше мы тогда ездили с ней покупали просто клубнику надо к ней несколько времени ходить по этим полям даже а куда время есть они вот с детьми едут она говорит чисто чтобы провести время и чисто чтобы прямо с грядки сорвал съел сорвал съел ну как-то так и вот этот корм который я искала вот взяла два покида два покида корма хорошо что теперь есть теперь будем знать а то вообще не было везде по всем магазинам был этот корм вот у нас магазин такой маленький а потом раз его не стало я не знаю что ли не стали заказывать не стал ли его заводить я не знаю что с чем это связано а то восемь купили вот 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 такой 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 ты смотришь нет написано рагу это что паштетик он что не ест он не паштетик он есть только паштет надо было мне те брать какие те ты же должна понимать паштет вот иди в магазин покупай вашу корм он не ест говорю он ест только паштет этот может стоять целый надо было мне это надо было тут беру голубой я позвонила она сбила а потом мне что-то звонил мне пишут говорят что нету денег на счету так одно расстройство мало того что живот болит так еще с этим горя расстроилась вот и все теперь оставила ребенка голодного он больше даже тебе не подойдет будешь просить умолять хошенька-хошенька он скажет нет все теперь подумай над своим поведением